Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы поговорим о том, как создавать принт в Adobe Photoshop на свитшоте. При этом что мы будем делать? Я взяла уже готовую фотографию свитшота из интернета, свободно скачала. То есть если, конечно, у вас есть фотография своего изделия или фотография изделия из печатного салона, которые они предоставляют, то есть изделия можно их брать. То есть это не мое авторство, просто использую для демонстрации. Обычная базовая белая модель с рукавом реглан. Все, ничего там особо больше нет. Я заранее сфотографировала флору, а именно красивые цветочки и листочки, для того, чтобы из них собирать принт. Соответственно, он будет полностью авторский, только природа мой компаньон. Уже почистила листочки. Видите, они без фона. А один оставила для данного видео, чтобы мы могли с вами совместно его почистить. Это программа Adobe Photoshop. Вот у меня фотография. Единственный минус того, что я нафотографировала, у меня это белые обои. И видите, они не гладкие. Идеально, конечно же, фотографировать на ватмане. Вот чистый белый ватман. Но у меня не было, поэтому у меня были обои. И когда у нас вот такое изображение, его можно чистить. Кто-то любит магнитным лассо, кто-то любит просто руками вычищать. Я работаю на ноутбуке, и у меня мышка под рукой. Планшета у меня сейчас с собой нету. И, в общем-то, в принципе, я чаще рисую в векторе в Adobe Illustrator, чем в Adobe Photoshop. Поэтому мышки мне хватает. То есть здесь никаких супер заморочек не присутствует. Я сейчас буду белый фон выделять. У меня стоит стандартная настройка допуск 30. И начинаю щелкать по белому фону для того, чтобы выделить все, что у меня вокруг. Достаточно неплохо выделяется. Все-таки обои у меня белые. И контрастные на них листики. Тут все хорошо. Соответственно, вот она настройка. То есть у меня идет сложение. Добавление к выделенной области. Я аккуратненько все выделяю. Дырочки тоже. Я хочу получить просто листочек. Вот здесь всякие маленькие штучки, вот эти неприятные. Мы потом от них избавимся. В принципе, смотрите, хорошо выделился листочек. Ничего нигде у меня не выступает. Что мы сейчас делаем? Нажимаем правую кнопочку мыши. Инверсия выделенной области. То есть я выделяла белый фон, а теперь у меня выделился наоборот листочек. Поменялись местами. Как позитив-негатив. Еще раз правой кнопочкой мыши растушевка. Я обычно ставлю 2 или 3 пиксела. Оно дает более мягкий контур и лучше входит в фон. Правой кнопочкой мыши скопировать на новый слой. Где у меня эта штучка? Вот. Теперь базовое изображение я уберу, но мне больше не нужно. Вот смотрите, у меня остались вот эти вот точечки. И здесь вот надо чуть-чуть подчистить. Соответственно, мы можем это сделать по-разному. Можно продолжить очистить, соответственно, волшебной палочкой, если она вам импонирует. Ну, что такое? Вот. Я нажала Ctrl-D и сняла все выделения, потому что было выделение. И у меня опять все заработало. Так, Delete. И здесь вот за счет того, что я растушевку не поставила, оно немножко жестко сейчас себя ведет. Поставим растушевку в 2. И вот. Ctrl-D. Снять все выделения. Нажимаю кнопочку Z. Это Loop. По Z, Alt, оно удаляет. Так, смотрим. И вот здесь мне тоже не понравилось. Не до конца у меня листочек почистился. Вот. Собственно говоря, вот эта чистка, это всегда самая длинная, самая нудная и самая рутинная часть работы. Но ее нужно делать качественно, для того, чтобы конечный результат вас порадовал. Поэтому запаситесь терпением. Какой-нибудь любимый музыкальный трек, любимая аудиокнижка, либо даже кто-то умудряется фоном какие-то сериалы смотреть или фильмы. Это кому нравится. Вот. Запасайтесь. И делайте чистку вашего изображения, для того, чтобы у вас получилась такая вот красота. Я изначально холст сделала размером 250 на 150. То есть это мой размер принта. Можно его обозначить, например, размером А3 горизонтальным, размером А4. Там разные есть возможности, я обозначила вот так вот. То есть он у меня 250 на 150. То есть 25 на 15 сантиметров. Не такой он большой, не такой маленький. Ну, в принципе, под стандартную вот такую вот печать. Если нужно будет, мы его немножко увеличим. Но можно сразу это прописать и обозначить. Сейчас перекину все листочки. Сейчас начинается осень, поэтому всякой красоты разной много. И, конечно же, можно там и нафотографировать большое количество элементов. Но, как правило, это занимает много времени на то, чтобы это все обработать, почистить, сделать. То есть это надо всегда закладывать. И не всегда это самая творческая работа, которую ожидают. Просто нужно запасаться терпением и ее выполнять. Так, вот еще один цветочек, а там уже у меня футболка. Так, все. Вот оно у меня все. В одном документе. Немножечко они у меня крупноваты, и это хорошо. Значит, у меня хорошее качество изображений. Так, я буду создавать такую зеркальную композицию от центральной оси. Она у меня будет расходиться. Соответственно, сейчас будем смотреть, на чем ее основывать и как нам ее лучше сделать. Что я сделаю? Нажимаю Ctrl-T и с Shift немножечко сожму. Так, Ctrl-T. А, сейчас без Shift. В Photoshop поменялось. Раньше для того, чтобы пропорционально масштабировать в предыдущих версиях, у меня 20-я версия Photoshop, а там, например, в CS6 нужно было нажать Shift, чтобы изображение пропорционально масштабировалось. Сейчас же наоборот, чтобы изображение пропорционально масштабировалось, ничего не нужно нажимать. Так, что у меня там такое вылезает? Почему оно такое большое? И вот здесь у меня какой-то... Вот. Вот здесь фон. Значит, что я сейчас сделаю? Я сейчас инструментом прямоугольное лассо вот так вот грубо выделю и скопирую на новый слой. Вот. А то, что было старое, уберу. Тогда у меня все будет верно. Да. Вот. Вот он мой листочек. Сейчас немножечко еще уменьшу размеры для того, чтобы у меня все было пропорционально. Еще вот эта штучка мне не нравится. Она от чего? Вот она отсюда. Сейчас мы ее удалим. Так, опять нажимаю Ctrl-T. Приблизительно вот так. Так, и вот эту штучку тоже Ctrl-T. Так, хорошо. Теперь буду вот из-за этой штучки соответственно начинать работать. Давайте мы ее скопируем. Создать дубликат слоя. Окей. Теперь нажимаем Ctrl-T и отразить по горизонтали. Вот так. Это у меня будет такой вот элемент, с которым я буду работать. Вот сейчас я двигаю стрелочками на клавиатуре. Так. Добро. Можно объединить в группы, но я лично, я больше люблю работать, когда у меня вот так вот элементы собраны и можно с ними общаться. Это мое пристрастие. Ни в коем случае не агитирую, что оно единственно правильное и, соответственно, только так и надо работать. Так, теперь виноградинки. С одной стороны. И я их помещу сейчас в самый низ. И опять создам дубликат слоя. Ctrl-T. Правой кнопочкой мыши отразить по горизонтали. То есть мы собираем композицию. Когда у меня все устраивает, нажимаю Enter и Ctrl-T выделение пропадает. Так. Следующий элемент. Опять Ctrl-T. Если мне будет мешаться какой-то хвостик или еще что-то, я его всегда могу подрезать. Все-таки это Photoshop. Но я хочу все-таки максимально вот из готовых элементов все это собрать. Опять самый низ помещаю. Создать дубликат слоя. Окей. Ctrl-T. Отвражение по горизонтали. Отлично. Так. Enter. Сбросилось. Смотрим, что мы будем делать дальше. Я хочу, чтобы оно вот как таким треугольничком восходящим туда произошло. Соответственно, сейчас будем работать вот с этой штучкой. И я хочу от него ножку отрезать. Она мне будет мешаться. Не нужна. Так. И я думаю, что в конечном счете мне понадобится только кусочек от этого листочка. Вот такой. Соответственно, листочек я убивать не буду. То есть от него отрезать. Я скопирую на новый слой для того, чтобы у меня появился новый элемент. Вот он. Смотрите. И его бы нужно поместить на задний план. Так. Сюда ставлю. Дублирую. Ctrl-T. Отражение по горизонтали. И опять привожу сюда. Так. Теперь цветочек. Ctrl-T. Немножечко меняю ему размер. То есть это такое вот создание композиции. Здесь, конечно же, нужны какие-то художественные навыки. В голове нужно приблизительно держать что и как бы вы хотели получить. Как бы это должно смотреться. Сейчас я объединю эти два слоя, чтобы они у меня были едины. Так, не то объединил, по-моему. Так. Один. И второй. Вот они оба. Один, второй. Объединяю слои. И помещаю их в самый-самый низ. Вот. Такая, как чем-то на бабочку похожа. Штучка получилась. Хочу сделать еще вот эти штучки. Так. Создать дубликат слоя. Не то. Вот это мне нужно. Вот. Ctrl-T Поворачиваю. И вот сюда размещаю. То есть, видите, элементы, они еще располагаются один выше, один ниже. Соответственно, это все мной и регулируется, как я хочу. Так. Создать дубликат слоя. Ctrl-T Отражение по горизонтали и туда. Так. И можно еще сюда тоже вот цветочки, листочки добавить. Можно вот сюда добавить по цветочку. Только совсем маленькому. Так. И еще раз. Ctrl-T Так. Создать дубликат слоя. Ctrl-T Отражение по горизонтали. Если с шифтом двигать, то оно у вас будет двигаться по горизонтальной или по вертикальной оси. Вот. У меня уже получилась такая достаточно интересная композиция. Что я сейчас хочу попробовать? Хочу попробовать вот этот лист. Вот так. Подставить. Сейчас мы от него отрежем ножку. Ножка явно лишняя. Прям не нужна она. Я фотографировала максимально для того, чтобы все у меня сохранилось. А тут вот так вот. И сейчас мы его отправим в самый-самый-самый низ. Да. А вот этот листочек мы можем пока скрыть. Вот что у меня получилось. Давайте я его удалю. Даже он мне не нужен. Теперь что я делаю? Я беру все слои, создаю на них дубликат. И правой кнопочкой мыши опять щелкаю, объединяю слои. Все, что осталось у меня сепарировано, я выключаю. Зачем я это делаю? То есть я считаю уже сейчас, на данном моменте, что я создала ту композицию, которая мне нравится. Ctrl-T переворачиваю кверх ногами. и она как бы достойна того, чтобы дальше с ней работать. Но при этом я оставила как бы исходники по элементам для того, что если вдруг я захочу вернуться и что-то поправить, я смогу это сделать. В общем-то, вот такой вариант это прям уже цветы и можно их взять и разместить, например. Вот таким образом. Он намного крупнее. Сейчас я с вами отступим. и разместим его соответственно на нашей футболке. А можно потом ему уже добавить дополнительной обработки и тоже попробовать его разместить. Ctrl-0. Вот смотрите. Такая вот осенняя композиция. Я могу ее подогнать по размеру. Меня тоже часто спрашивают такой вопрос. Как понять, какого размера принт? Я его сделала. Как понять? Во-первых, можно померить. В фотошопе есть это измерение. Но почему я этому не очень доверяю? Самое точное восприятие будет, когда вы распечатаете и приложите на человека. Какие бы там 3D-визуализации, какие бы там вот эти вот я уже прям на футболке на готовой делу. Но точно по сантиметрам я смогу этот принт сказать, когда даже если я его напечатаю на каком-нибудь там черно-белом принтере, склею 2-4 листа и приложу на футболку, и вот для меня это будет таким конечным вариантом, что да, я понимаю, мне нравится, как он выглядит. Возможно, это немножко топорный способ, но вот сколько мы работали в промышленном производстве, сколько мы делали партий, оно самое верное. потому что если вы вдруг делаете, например, одну футболку, ну там ошиблись, конечно, неприятно, но это не такие большие деньги. А когда вы делаете сразу там ну хотя бы тысячу футболок и вот этот вот вариант с размером принта, он очень часто вылетает и непонятно, как вообще с этим жить, что с этим делать. Поэтому вот мой вариант такой, лучше иметь самый плохенький черно-белый принтер распечатать и померить. Особенно, когда вот крупногабаритный идем, распечатать в реальном формате, померить, посмотреть, как это будет смотреться. Можно распечатать два формата, может побольше, поменьше. Не важно, что там цвет не видно. Главное, что вы поймете вот эту вот пропорцию. Да, это не очень экономично с точки зрения бумаги, но вот именно с точки зрения принта это круто. Потому что, ну, или там его измерить, там намелить его на футболке, но это уже сложнее. Даже у вас, если нет свитшота, если вы просто поставите человека в футболке, там девочку, в футболке, на нее наложите принт, хотя бы как это все по расположению. Будет оно, не будет, а может быть вы хотите больше, меньше. Это именно визуализация. А вот конечное решение, оно будет приниматься, соответственно, уже чуть позже. Вот такой у нас получился принт. Сейчас я создам ему копию, дубликат этого слоя. И можно поиграться, это на любителя, честно могу сказать, в зависимости от того, какая у вас задача, дать штрихи, размытие, скручивание и так далее. Я зашла в фильтры, давайте стилизация, например, ветер. вот она даст вот такую штуку, как будто бы его подуло. Ctrl-Z отменяет действие. Давайте посмотрим. Другие варианты, вот через галерею фильтров. У вас сейчас откроется изображение, немножко компьютер думает, ему нужно время, и мы будем видеть, как будет обрабатываться. Например, я хочу сделать, что это будут штрихи, вот здесь можно это все регулировать штрихами. Вообще, многие этим увлекаются, но честно вам могу сказать, что такое часто видно, потому что туда применили фотошопный фильтр. Хотя иногда подштриховать или дать какую-то текстурку очень даже можно. Получаются прикольные всякие неоновые цвета. Кто не знаком, поиграйтесь. И вот здесь можно выбрать неоновый цвет, как бы на основе, какого он будет. Например, может быть там рыженький какой-нибудь. Вот он у вас будет смотреться. Можно сделать имитацию, что это живопись. Опять же, вот здесь настраиваем и будет ощущение полное, что это живописная картина. Потом можно сделать вид, что это пастель, либо нарисована цветными карандашами. Аккуратно тоже внимательно все настраивайте. С точки зрения нажима здесь нет универсальной настройки. Под каждое изображение фильтры настраиваются в зависимости от того, как вы это видите, насколько вам это нравится или не нравится. Рассеянное свечение, может быть мозаика. Кстати, очень здорово аппликация иногда смотрится. Вот мозаика, вариант как в ште. А иногда можно прикольно сделать аппликации, будет ощущение, что этот рисунок нарисован. Количество уровней, простота краев. И вот этим все тоже регулируется и создается ощущение, что это вот не была не фотография, это был какой-то рисунок, который применили. Поэтому пробуйте эти варианты. кому-то они подходят по стилистике, кому-то они не очень подходят по стилистике. Ну, как бы вот так. Вот, да, смотрите разницу. Было, стало. Было, стало. Возможно, это как такой более творческий вариант, и он тоже будет иметь место быть. Потом можно сделать цветокоррекцию, поменять что-то. Я бы пробовала по уровням посмотреть, сбалансировать больше. Возможно, добавить контрастности. Я люблю через верхнее меню, я знаю, что там есть всякие горячие клавиши, вот я люблю через верхнее меню заходить и с этим общаться. Вот. И уже такой более декоративный вариант применить, соответственно, на ваше изделие. Вот так можно работать с фотошопом. Это один из вариантов. Естественно, их намного больше. Сейчас мы опять его поставим на место. Сразу можно подобрать масштаб, более крупно, более мелко. Возможно, вы захотите расположить по плечам. И это тоже будет неплохо. Ctrl 0 возвращает. Еще раз Ctrl 10. Вот смотрите, я расположила по-другому. Теперь один вариант, второй вариант. Тоже уже можете смотреть, какой вам больше нужен. Потом можно поменять основу. Можно ее сделать, например, белую, рыжую, черную. Но это уже зависит от того, какая у вас печать будет, что это будет сублимация, или это будет шелкография. Я, правда, типа печати рассказывала в видео, посмотрите. Пробуйте. Очень классный момент. И, возможно, индивидуализация, кастомизация, когда вы клиенту авторские принты делаете, когда вы загружаете эти принты на банки или еще что-то. Это абсолютно авторский принт, потому что я его сама сфотографировала, сама почистила, сама собрала. То есть ко мне никаких претензий, это полностью моя авторская работа. Единственное, я взяла готовую толстовку. Ну, я могу и свою сфотографировать. То есть здесь в толстовке сейчас особо ничего сверхъестественного нет, какого дизайна, просто белая толстовка. Вот. Смотрите другие видео про принты, много всего у меня интересного. Если появились вопросы, обязательно пишите, я с радостью на них отвечу. На этом все. До скорых встреч. Не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы вам приходили уведомления и написать комментарий, если у вас появились вопросы. А также поставить пальчик вверх, если вам понравилось видео. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok